Александр Рогозинский, занимавшийся демонтажом здания Агдоврагского комбината, пережил серьёзное душевное и физическое потрясение. Хирургическое вмешательство, к сожалению, не ограничилось ампутацией нижних конечностей. Долгое нахождение под завалами, зимой в сдавленном состоянии, привели к гангрене пальцев левой руки, из-за чего их тоже пришлось ампутировать. Тем не менее, на момент визита пациент держался уверенно. Врачи боролись за жизнь Александра почти две недели. О моменте обрушения и предшествующих событиях он ничего не помнит. Не помнит он и о часах, проведённых под завалами. Как бы то ни было, со дня на день он отправится обратно на малую родину в Хакасию и продолжит лечение уже там. Конечно, мы ожидали и худшего, но с усилиями нашего медперсонала, то есть это и врачей, среднего медперсонала, младшего медперсонала, тех, кто за ним ухаживал, конечно, нам удалось его выходить. То есть произошло чудо, пациенту удалось выходить. Сейчас он уже идёт на поправку и надеюсь, что Новый год он встретит в кругу семьи. Напомним, что по факту обрушения заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Если это повлекло по неосторожности смерть человека, расследование продолжается. Даян Донцерюн, Буян Оюн, Тува-24